Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте! В Карачаевском районе завершаются работы по рекультивации хвостохранилища Ильбрусского месторождения Свинцово-Цинково-Рудника. В регионе создадут межведомственную комиссию по обеспечению безопасности и предоставлению туристских услуг. Хозяйство Карачаево-Чиеси завоевали семь медалей на Всероссийской выставке временных овец и коз. И на курорте Архиз открылись трассы для горного велосипеда. Далее подробно об этих и других событиях. В Пятигорске полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова провели совещание, посвященное вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия жителей регионов СКФО. Карачаево-Чиесио представил руководитель региона Рашид Темрезов. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы организации эпидемиологического надзора, а также реализацию профилактических и противоэпидемических мер на территории субъектов, входящих в Северокавказский федеральный округ. Во втором чтении парламентарии Республики приняли актуальный законопроект о внесении изменений в закон Карачаева-Черкесии о порядке выпаса содержания и прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики. Приняты меры для установления личности владельца животного при совершении ДТП с участием сельскохозяйственных животных, упорядочение процесса проведения вакцинации скота ветеринарными службами, что необходимо для пресечения возникновения неблагоприятной эпизоотической ситуации в Республике, распространению на территории Республики заболеваний животных, в том числе представляющих опасность для человека. Информацию комментирует председатель Комитета по аграрной политике и Народного собрания Марат Хубиев. Эти поправки в конечном итоге обеспечивают безопасность участников дорожного движения на территории Республики. Эти поправки обеспечивают ветеринарную безопасность на территории Карачаево-Черкесской Республики. А также эти поправки обеспечивают интересы собственников сельхозугодий. Рабочая группа во главе с премьер-министром Республики Муратом Аргуновым проинспектировала ход работ на стадионе Нарт. В настоящее время на объекте завершены работы по реконструкции восточной трибуны, навеса, футбольного поля, беговых дорожек и спортплощадок. Сейчас ведутся работы на западной трибуне и административной перестройке. Работы по реконструкции административной перестройки планируется завершить в последних числах августа текущего года. В Карачаево-Черкесии создадут межведомственную комиссию по обеспечению безопасности и предоставлению туристских услуг. Сегодня на территории региона предоставляются разнообразные туристские услуги, в числе которых автомотоэкскурсии, проката автомобилей и самоходного транспорта, конный прокат, а также уличные аттракционы. Во избежание ситуации, которые могут повлечь за собой угрозу безопасности жизни и здоровью туристов, следует предпринять все необходимые меры по устранению и предупреждению нарушений при предоставлении туристских услуг на территории республики, рассказал Расул Тикеев, министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии. Участники состоявшегося в Доме правительства заседания обсудили комплекс вопросов по соблюдению мер безопасности в процессе оказания конных экскурсионных услуг в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами содержания животных, прокату и эксплуатации квадроцикла в оказанию экскурсионных услуг на автомобилях, то есть джипинг, организации туристских сплавов, а также эксплуатации аттракционов, расположенных на туристских территориях. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям региона. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 миллионов рублей. Получить эту безвозмездную грантовую помощь могут только те предприятия, что зарегистрированные на территории Карачаево-Чикеси более двух лет имеют статус юридического лица, а их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве за исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков, рассказывает заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий, и, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут у учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности у министра образования и науки региона Инны Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Хозяйство Карачаева-Чекиси завоевали семь медалей на Всероссийской выставке племенных овец и коз. Всего в работе выставки принимали участие 17 регионов страны, которые представили лучших племенных животных российской и зарубежной селекции. Нашу республику представляли племенные поголовья карачаевской и советской мясошерстные породы овец трех хозяйств – икар, махар и СПК «Заря». В различных номинациях выставочные животные завоевали семь медалей, а именно три золотые, три серебряные и одна бронзовая. Грамотой отмечена национальная подворья Карачаев-Чекиси, где была представлена национальная одежда, декор и быт народов региона. В Карачаевском районе завершаются работы по рекультивации хвостохранилища и лебруского месторождения свинцово-цинково-рудника. Работы начались в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». На сегодняшний день уже завершен технический этап работ. В частности, перемещены части тела хвостов, оказавшиеся за пределами основного тела хвостохранилища и под подошвой разрушенной подпорной стенки дамбы в пределы основного рекультивируемого тела. Кроме того, проведен ремонт подпорных стенок дамбы и вертикальной планировки тела хвостов, а также создан гидроизоляционный экран и проведено устройство водобойного колодца обваловочной дамбы. На данный момент на Эльбруском хвостохранилище проходит финальный биологический этап работ, в частности, посев луговых трав и обустройство водоотводных канав. Работы планируют завершить в июле этого года. Напомним, реализация проекта позволит вернуть в хозяйственный оборот порядка 6 гектаров земель и улучшить качество жизни почти 26 тысяч человек, находящихся в зоне негативного воздействия. Курорт Архыз перешел в летний режим работы, открылась экологическая тропа романтиков, доступен подъем к смотровой площадке на канатной дороге Млечный путь. Снова можно взять в прокат велосипеды, готовиться к открытию веревочный парк, рассказывает пресс-секретарь акционерного общества «Кавказ-РФ» Татьяна Поздеева. Мы рады объявить, что Архыз открыл сезон горных походов. Конечно, наш курорт всесезонный, поэтому переход в летний режим – это такое символическое для нас событие. И своеобразной точкой отсчета стало открытие после зимы нашей экотропы, тропы романтиков. Это самый доступный для гостей маршрут. От верхней станции канатной дороги Млечный путь можно спуститься на 4 километра вниз по хвойным лесам, через альпийские луга, вернуться к поселку Романтик. Тропа относительно простая, можно гулять всей семьей с любым уровнем физподготовки. Мы ее рекомендуем обычно для первого дня отдыха, для знакомства с курортом или в качестве разминки перед походами выше, дальше. Это такой пробник горных походов. Если понравилось, можно смело идти дальше, к Софийским, Дукинским озерам, к перевалу Федосеева и дальше. Всю экипировку основную можно взять в прокатах курорта, найти проводника. В общем, летние горы Архиза снова зовут, надо идти. И в продолжение этой темы. На курорте Архиза открылись трассы для горного велосипеда. Райдерам доступны дистанции для скоростного спуска красного, синего и зеленого уровня сложности, как для опытных велосипедистов, так и для начинающих. В новом сезоне на курорте доступны почти 6,5 километров трасс для даунхилла скоростного спуска. Красная трасса протяженностью более 3 километров и перепадом высот более 560 метров стартует от верхней станции канатной дороги Млечный путь с высоты 2240 метров. Более простые синие общие протяженностью более 2 километров. Зеленая трасса длиной 700 метров с перепадом 120 метров начинается от верхней станции канатной дороги Спутник. Зеленая трасса предназначена для получения первого опыта в маутинбайке и катания детей до 12 лет. Обучающие тренировки для взрослых и детей проводит школа горного велосипеда от официального партнера Курорта Архиз компании Пик Экспириенс. В их прокате можно взять в аренду горные велосипеды с защитной экипировкой, а также заказать занятия с инструктором, как индивидуальные, так и для групп до 10 человек. На базе Республиканской детской библиотеки имени Сергея Никулина прошла всероссийская акция «Библия о ночь-2022». Для посетителей были организованы мастер-классы «Танец гор» по обучению движениям национальных танцев, чудеса народного искусства, где можно было освоить декоративную роспись на тарелках, изготовить закладки из фетра и забрать свои произведения с собой, а также мастер-класс по робототехнике и песочное шоу, где можно было научиться делать картины из песка. Участники «Библия о ночь» также смогли отведать национальные блюда, познакомиться с обычаями, традициями и фольклором народов Карачаева-Черкесии. В Саранске, Мордовии прошел чемпионат России по борьбе на поясах. По итогам упорных схваток наши спортсмены завоевали различные медали. Копилку наград Карачаева-Черкесии пополнили Ахмад Суйнубаев, Ислам Лайпанов, Шамиль Балачиев, Назим Бастанов, Азамат Татаркулов, Канамат Декушев, Расул Идиев и другие. В эти дни в Ростове-на-Дону прошел гран-при по правилам ММА, посвященные памяти героя России и ДНР Владимира Жоги и героя ДНР Арсена Павлова. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Ислам Чагаров завоевал серебряную медаль весовой категории 66 килограммов. Ну и последняя информация. Во Дворце спорта юбилейный Черкеска состоялся фестиваль ГТО «Путь к успеху» среди студентов в республиканских высших учебных заведениях, приуроченный к столетию образования Карачаева-Черкесии. В состязаниях принимали участие более ста человек. Это студенты вузов республиканской столицы и Карачаевска. Ребята выполняли такие нормативы, как бег, подтягивания, отжимания, прыжки, наклон вперед и из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища и из положения лежа на спине, метание спортивного снаряда и другие. Показавшие лучшие результаты примут участие во всероссийских играх ГТО среди вузов всей страны, которые состоятся в Грозном. Радио России, Карачаева-Черкесия, Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла. В горах местами плюс 17-22 и выше 3000 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 32 градусов выше нуля. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.